МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данным Комитета по статистике, за этот год казахстанцы задолжали банкам более 2 трлн тенге. Это только потребительские кредиты. Из них около половины получили жители Астаны и Алматы. Взять в долг у банка несложно, гораздо труднее отдавать. Тем более, если возникли финансовые трудности. В таком случае банки могут пойти на уступки и дать отсрочку или уменьшить сумму ежемесячных взносов. Но что делать, если финансовые институты не хотят идти навстречу? Расскажем далее. 8 лет назад Елшебек Джапаров оформил ипотечный кредит в размере 60 тысяч долларов. В банк мужчина платил исправно и без отсрочек. Однако в 2009 году начались проблемы. У меня был бизнес, и этот бизнес в связи с этим кризисом перестал работать. И мне пришлось оплачивать учебу детей. И я как бы не мог вовремя обслуживать этот кредит. У меня как бы где-то в течение трех лет. Я не смог его обслуживать. И дело в том, что надо было идти в банк, а знаете, как бы и боюсь идти в банк даже. И обращаясь, и думая, что они тебе как бы навстречу не пойдут. Елшебек все-таки обратился в банк. Однако на его просьбу уменьшить ежемесячную сумму выплат ответили отказом. Тогда мужчина подал заявку на рассмотрение банковскому омбудсману, который и пообещал урегулировать разногласия. Спустя некоторое время Елшебек все же добился желаемого. Помните, банк идет на уступки только в крайних случаях. Например, связанных с потерей всех источников дохода, тяжелой болезни плательщика или его членов семьи. В любом случае необходимо отправить письменный запрос в банк. Подробно опишите сложившуюся ситуацию и приложите все доказательные справки. Например, об увольнении или выписке из больницы. В течение 15 дней банк обязан вас письменно оповестить о принятом решении. При этом очень важно, чтобы это обращение в банк-заемщик было заблаговременное. Не тогда, когда уже прошел определенный срок, накопилось задолженность, штрафные санкции. Прошло определенное время, а именно заблаговременно. И в любом случае это обращение послужит банку сигналом для принятия того или иного решения, которое облегчит выплату, нагрузку этому клиенту. И, как правило, если это происходит в свое время, банки не отказаны от этого. Эксперты предупреждают, чтобы не оказаться в подобной ситуации, внимательно ознакомьтесь с договором кредитования и графиком погашения еще до получения займа. Ежемесячные платежи не должны составлять больше 25% от ваших доходов. Если же в судебном порядке вы получили отказ об отсрочке или уменьшение выплат, то помимо задолженности необходимо будет оплатить назначенные банком штрафы и пеню. Однако ни один финансовый институт не имеет права их завышать. Предельный размер неустойки за один день просрочки не должен составлять более половины процента от суммы займа. Что касается штрафов, то заемщик не обязан платить свыше 10% годовых от суммы кредита. А это интересно. Первые кредитные карточки появились еще в 1950 году. Изготовлены они были из тонкой бумаги, а их лимит составлял 300 долларов. Расплачиваться можно было только за обед в ресторане. А в следующую минуту расскажем, какие подводные камни скрывает в себе долгосрочный депозит. Чтобы открыть депозит, необходимо выбрать не только финансовый институт, но и вид вклада. Депозиты бывают долгосрочные, краткосрочные и до востребования. И в следующей рубрике мы расскажем о плюсах и минусах различных вкладов. Основной плюс депозита до востребования – возможность снятия денег в любое время. Минус – низкая ставка вознаграждения. Обычно на такой вид вклада банки устанавливают в среднем от 2,5% до 5% годовых. Преимущество срочных депозитов – более высокая ставка вознаграждения – до 10,5% в год. Однако, если вкладчику понадобится снять сбережения до окончания установленного времени, придется заплатить штраф. Такой вид более удобен для серьезных накоплений. Важно также определиться с валютой. И если вы планируете покупать недвижимость, то вам рекомендуется, конечно, открывать депозиты в долларах. Если вы собираетесь обучать своего ребенка за границей в европейских странах, то ваши расходы предстоящие будут выражены в евро. Поэтому вы можете накапливать в евро. Если у вас нет четких инвестиционных решений на такой достаточно долгосрочный горизонт, то я бы вам рекомендовала делать свои депозитные вложения в нескольких валютах. Безусловно, в тенге, в долларах и евро. Эксперты советуют внимательно относиться к выбору банка. Он должен быть с высокой степенью надежности, которая определяется по его финансовой отчетности и устойчивости. Эту информацию можно найти на сайте Национального банка Республики Казахстан. Для этого не нужно иметь экономических знаний. Все покажет рейтинг. Но это еще не все. При этом надо обязательно обращать внимание на тарифы за комиссионное обслуживание банков. Тарифы могут быть за пополнение счета, за снятие наличных денег. Кроме того, надо изучить возможность довложения или снятия денег с долгосрочных депозитов. Для выбора банка для долгосрочного вложения денег необходимо очень детально изучить договоры депозитного обслуживания банков. Все эти нюансы прописаны в нем. Сегодня более востребованы депозиты сроком от 3 до 24 месяцев с годовой ставкой 10,5%. Сумма вклада начинается от 15 тысяч тенге. Самая популярная валюта – национальная. На втором месте – американские доллары. Для того, чтобы открыть депозит, потребуется только удостоверение личности. А теперь самая полезная рубрика – рецепты экономии. Сегодня расскажем, какие услуги предлагают нам банки и как на них можно сэкономить. Пополнение баланса, оплата коммунальных платежей через банковские терминалы – все это, конечно, облегчает нам жизнь. Но за любую услугу нужно платить. И как бы заманчиво не звучали рекламные лозунги про 0% и низкие ставки, не стоит забывать о поговорке про бесплатный сыр. Как пользоваться банковскими продуктами и не переплачивать – расскажем далее. Выбирая платежные терминалы, обратите внимание на наклейку 0%. Через такие аппараты, как правило, комиссия не снимается. Сегодня популярна также услуга приобретения товаров в рассрочку. Многие магазины предлагают технику или автомобили за 0% переплаты. Однако это не совсем так. Банковским процентом служит покупка страховки. И иногда цены на нее слишком завышены. Поэтому перед оформлением попросите менеджера рассчитать вам сумму ежемесячных выплат. Умножьте это на срок займа. От полученной суммы следует отнять стоимость товара. Остаток и будет ценой страхового полиса. Отказаться от него нельзя, а вот найти выгодное предложение можно. Ведь некоторые банки просят за нее 26% годовых, другие – 10%. Однако эксперты не советуют выбирать самый дешевый вариант. Поэтому нужно, прежде чем воспользоваться любой финансовой услугой, посмотреть на рынок, посмотреть, какие услуги они предлагают, сравнить тарифы. И после того, когда вы уже выбрали какой-то конкретный продукт, позвонить в колл-центр и более детально получить информацию об этой услуге. Вот только это даст возможность вам реально сэкономить не только деньги, а время и, возможно, даже нервы. Конечно, самая популярная финансовая услуга – потребительские кредиты. Сумма выплат напрямую зависит от банковских процентов и ставок вознаграждения. Однако и тут можно сэкономить приличную сумму. Мы рассмотрели три варианта получения беззалогового кредита размером в 500 тысяч тенге со средней ставкой вознаграждения 16% годовых. Если оформить такой займ на три года, сумма ежемесячных выплат будет небольшая – 17,5 тысяч тенге. А вот переплата составит почти 27% или 132 тысячи тенге. Кредит на два года платить будет сложнее – по 24 тысячи в месяц, но эффективная ставка вознаграждения уменьшится до 88 тысяч тенге. Самый выгодный вариант – оформление займа сроком на один год. Конечно, нужно будет отдавать более 45 тысяч тенге ежемесячно, зато переплата не составит и 10%. И напоследок. Казахстанцев не будут штрафовать за неправильную парковку. Такое заявление сделали в Министерстве внутренних дел. За остановку в неположенном месте автолюбителей не будут наказывать до тех пор, пока во всех городах республики не появятся таблички, обозначающие места, пригодные для стоянки. Для этого уже в некоторых регионах активно строятся так называемые парковочные карманы и подземные паркинги. Не забывайте о своих финансовых возможностях и интересах. Всего доброго!